ну конечно все болото это которая вокруг кремля а сел а ты не всколыхнешь вот ты вот этого момента не понимаешь то что вот они сейчас там внутри вот этот вот правящая верхушка она внутри между собой воюет от этого людям только хуже да они все равно бы нам рано или поздно ближайшие скажем так три-четыре года они путина сковырнут вместо него посадь кого-то другого но это будет их же человек и ничего для людей не поменяется ничего наоборот будет только хуже колонии если им нужно общаться с западом единственно кого не могут посадить это лаврова который хотя бы знаком со всеми а все остальные шатия братья не очень никто ты очень странно мыслишь ты пойми то что на западе личное знакомство не имеет никакого веса там сегодня одни люди во власти завтра другие и твои личные знакомства уже не работают более того власть на западе это власть аристократии то есть там власть не меняется там вот это вот все вот эти декорации в виде там президентов премьеров и так далее там подобно это просто бюрократия просто бюрократия который управляет государством а реальная власть там принадлежит лордам и лорды не будут договариваться не с лавровым не с путиным не с медведевым не с навальным это не их уровень они уже списали главное чтобы нас не списали вместе с лавровыми вместе с путиным вообще плевать вот это вот ты тоже такой странный кого вообще интересует народ кому он интересен заинтересует если народ начнет отнимать ресурс который образует на себе это представляешь не минуточку подожди вот как ты себе это представляешь как народ нужно давать ресурс я пока это представляет и в виде в виде того что товарищ ленин сказал блин в феврале семнадцатого года что революцию социалистическую на удачу лет двадцать а уже в октябре он возглавил новое советское правительство то есть в данном случае извини ленин не на пустом месте возглавил правительство его поддержали очень серьезные люди и большое количество серьезных людей на сторону большевиков в полном составе перешел генштаб николая второго это суши там другое было там же в феврале семнадцатого года резко образовались независимо ни от кого просто местные органы власти советы на это работе ты была совета начали формироваться с четырнадцатого года или с тринадцатого они к семнадцатому году уже набрали вполне себе серьезную власти влияние если ты говоришь о советах но именно местные органы власти местные с тринадцатого года они начали формироваться и по признаку производства таскать мощностей комиссары мой дорогой они были еще при царе вот это вот комиссар вот этого совета вот они были еще при царе это потом просто перешло уже в наследству советской власти вот этот вариант кстати он тоже вполне может быть рабочим я его тоже рассматриваю это было альтернативы земству это вот альтернативная власть не торопись в чем был в чем был самое интересное как бы в советах да то есть вот самый сок вот это альтернативная власть она как бы это назвать она как бы с одной стороны автономно управляла да то есть не обращаем внимание вот на эти дворянские собрания там подобное а вот все вот это вот как официальную систему власть они на них хрен клали с другой стороны они прекрасно взаимодействовали там с местной полиции с местной жандармерии и так далее там подобное смотри вот если мы берем ситуацию столетней давности соответственно это тоже смена технологического уклада которая сопровождается сменной социальной модели да то есть одна социальная модель меняется на другую то есть одна система управления меняется на другую соответственно в результате вот этой вот смены происходит замена управляющего класса который выразился с вами ларианство столетние наши это выродившийся управляющий класс ну да нет это смена общественных отношений это и есть революция когда общественные отношения не меняются это просто заход власть ой господи ты понимаешь вот и так говоришь революция революция это очень большая условность вот захват власти в семнадцатом году там вот там когда большевики к власти пришли он вообще практически без единого выстрела произошел к революции о чем ты говоришь ну значит между одной властью другой был период безвластия и потом власть просто подобрали и все нет такого понятия как без власти вот эти вот понятие безвластия это бывает вот буквально там несколько дней до когда еще не перехвачены инструменты управления и там только несколько дней как раз народ использует для того чтобы там повесить вот этих вот там местных там чиновников и мусоров да они прекрасно как раз вот эти вот моменты использовали вот обычное простое население они там этих вот топили вешали там забивали палками камнями как собак ты тогда это происходило да по всей стране по всей стране по всей россии как раз вот именно вот перехват инструментов управления ну опять же добавить власти ничему не учатся они все то же самое делают для того чтобы потом когда блин будет эти несколько дней без власти чтобы большинство из них пришлось крайне плохо люди не обучаемы в принципе они реально в принципе не обучаемы это невозможно ты пойми то что вот смена технологического уклада на происходит каждые сто лет каждый сто лет происходит одни и те же процессы да то есть вот это замена управляющего класса она происходит каждые сто лет вот если мы берем ситуацию 100 лет недавности дворян меняли на чиновников если мы берем ситуацию 200 лет недавности у нас там соответственно кого кто у нас там помещики помещиков меняли на дворян берем ситуацию трехсотлетней давности это соответственно феодалов меняем на помещик каждый раз одно и то же понимаешь вот как под копирку кто-то это понимает не система управления чем я принял с 15 веке когда вводилась альтернативная царская система управления вместе одно одновременно с поместный в пятнадцатом веке написано замечательная книга то есть такой набираешь нам в google макия вели государь читаешь вот в пятнадцатом веке он очень четко описал вот все вот эти признаки вырождения управляющего класса и объяснил то что любой правитель в случае если вот этот вот знать отказывается выполнять свои обязанности лучше встать на сторону народа и сформировать новую власть понимаешь новый управляющий класс это 15 век мотива 15 век как хорошо то было 15 веке уже все знали а сейчас разучились сидит в кремле так это абсолютно неправильно ты вот эти вещи разучились кто разучился то есть огромное количество социологов то есть людей которые занимаются этими вещами профессионально все все знают все все понимаю ну вот ты сам подумай да вот сидит там какой-нибудь был путин в кремле ты можешь ему это объяснить так в кремле это все хорошо там у него государства замечательные люди живут богато вот все все хорошо что-то вот абсолютно правильно говоришь вот в чем проблема вырождение управляющего класса проблема заключается в том то что перекрываются социальные лифты и перестает информация попадать снизу вверх просто перестает то есть у тебя идет искажение информации снизу наверху настолько что вот информация которая пошла снизу она наверху уже прямо противоположная потому что каждый слой вот каждое сословие она старается защищать свои интересы это блин но это до смешного доходит снизу пить пишут на путин помоги да то есть вот у нас тут вот такая вот жопа на колени тут встают это попадает вы считающему начальство она смотрит не пойдет это же меня блин за это дело накажут надо переписать да то есть вот путин помоги оставим вот уберем на следующий уровень там смотрят у не 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 это выше посылать нельзя меня же за это накажет вот назначил жопу убираем пишем свое вот здесь тоже меняем на свое и дальше передаю там смотрю какая-то херня блин если есть наверх передам меня накажут соответственно пишем все хорошо прекрасная маркиза и это попадает на стол пусть всего да все просто отлично все понимаешь нас вот это вот обратная связь она отсутствует когда у тебя отсутствует в обществе обратная связь между низом и верхом происходит то что мы видим сейчас вот это вот полная деградация населения полная деградация власти полная деградация всех управляющих структур никто ни за что не отвечает никто ни за что не несет ответственности всего этих людей надо отдать кстати падение производственных мощностей таковое что оказывается мы не можем уже строить системные эти как у энергетические линии лодки 330 220 очень много чего не можем строить ты понимаешь вот огромное количество технологий который был советского союза она уже потеряно она уже потеря отсутствует даже эта схема по которой эти технологии вытаскивались по запросам даже по советским бумажным я не говорю про компьютерный андрей мы опять возвращаемся к тому то что не за это надо переживать сейчас смена технологического уклада сейчас придут другие технологии качественно более новые качественно более эффективные не насчет этого надо заморачиваться заморачиваться надо другими вещами чем занять людей ну и чем предлагаешь занять людей а кроме водки и пива а вот это очень интересный вопрос с одной стороны да то есть вот то что я тебе говорил одна страна медали можно заменить компьютерным обеспечением всю вертикаль власти на то есть он взять выкинуть всех вот этих вот ненужных чиновников которые по сути паразиты они ничего не производят эффективных менеджер так сказать выкинуть эффективные менеджер это самоназвание то есть вот они сами себя так назвали им это нравится мы знаем когда такие мы с тобой знаем и они такие и как их в народе называют тоже знаю поэтому вот этих вот людей которые являются по сути паразитами системы плат паразитами государства тут их абсолютно спокойно можно поменять на компьютерное обеспечение да это безусловно благо благо для народа брак для страны и это дает огромнейшие перспективы